Делу время, а потехе час. А тихому часу еще больше времени. В Леоновской области планируют увеличить количество часов, в которые нельзя шуметь. С 22.00 до 7 утра в будни и до 10 утра в выходные и праздничные дни. Ваше мнение, какое на этот счет? Я только забуду. Почему? А потому что ночью уже надоела и скорая помощь, и музыканты, и грузовики в 2 часа ночи. Так что я только забуду. Там, где мы живем, у нас всегда тихо. Тихий район. Мне кажется, это хорошо. Почему? Тихо, сейчас люди должны отдыхать, мне кажется. Я сам из Узбекистана, но у меня соседи очень шумные. Потому что длинные, наверное, шумные придут. Мне все равно. Почему? Я после 22-х не шумлю. Изменения важны? Ну, конечно, наверное, потому что и маленькие дети спят. И вообще отдохнуть людям надо. Наверное, нужно изменения. Я думаю, не стоит увеличивать. Почему? Ну, потому что все-таки сейчас летом. Может, у кого-то ремонты затягиваются, у кого-то дети бегают. Кто-то удлинил себе, как говорится, рабочее время и время отдыха. Поэтому летом, я считаю, увеличивать может и не стоит. Я всегда за, чтобы была тишина. Тишина как можно тише. И в выходные, и в будни. Вообще, я бы выделила несколько часов в день, когда можно шуметь. Наоборот бы сделала. Громкий час, а все остальное тихое. Ну, это, наверное, касается тех, у кого вообще все время трамвай там, автобусы, машины, которые с бегалками и так далее. Особенно те, которые любят, молодые люди, включать музыку страшную. Вот с этим надо бороться. Если люди делают ремонт, я думаю, им некогда будет делать ремонт. Получается, постоянно тихий час. Это будет просто трудно сделать. Ну, я не знаю. У нас, мы недавно делали ремонт, и из-за тихого часа было ограничение. Это было трудно соблюдать. А если я отдыхаю, конечно, мне хочется, чтобы в 10 утра начиналось все эти шумные работы. Вы знаете, я не знаю, я не могу сказать, я рано встаю. Поэтому для меня, конечно, чем раньше встаешь, тем лучше. Я думаю, да, детей становится много. Также просто нужно больше спать. Всем хорошего дня.